Меня зовут Евгений Прейгерман, я представляю Либеральный клуб. Все, Ричард Янс, добро пожаловать на это европейское пространство. Спасибо, но я впечатляю, что вы уже дали мне презентацию. Очень хорошо. Спасибо за приглашение, особенно к Егилу, за помогать организовать мою путешествие, и всем, за что приходит на фрайдей. И извините, что говорить в английском. Кроме того, он благодарен за то, что эта лекция состоялась, и благодарен всем вам за то, что вы пришли. Также он просит извинений за то, что говорить на английском. Для того, чтобы говорить о европейском кризисе, следует затронуть три проблемы. Первая проблема – это о том, что действительно европейский союз находится сейчас в состоянии кризиса, о том, что кризис – это действительно серьезный, а также следует остановиться на том, что необходимо сделать, чтобы выйти из этого состояния кризиса. Я буду спрятаться на том, что происходит в Европейской унионе, но я рад, что в дебатке, если мы хотим поговорим о о том, что это происходит в Европе, что происходит в Европе. И, конечно же, Ричард будет обращать особое внимание на то, что происходит внутри Европейского союза, однако также он затронет и некоторые нюансы внешней политики, потому что, так или иначе, то, что происходит в Европейском союзе, оказывает значительное влияние и на внешнюю политику этого политического образования. Европейский союз находится в состоянии кризиса, во-первых, вследствие дефицита демократии в самих пределах Европейского союза. Во-первых, отмечается рост популистских партий, кроме того, растет количество евроскептиков, которые недоверчиво относятся к будущему Европейского союза. Кроме того, экономический кризис, который разрушился в Европейском союзе 5-6 лет назад, способствует росту социальной напряженности в Европейском союзе. Европейский союзе демократии в Европейском союзе потому, что, в том числе, чтобы защищать очень серьезную экономическую кризису, которую мы проводили в последние 6 лет, более экономические силы были перевернуты на уровень Европейского союзе, но без мероприятий демократичного контроля, которые помогают перевернуть силы на уровень Европейского союза. Дефицит демократии в Европейском союзе напрямую связан с экономическим кризисом, потому как для преодоления этого экономического кризиса, который 6 лет назад начался в Европейском союзе, необходимо все больше и больше экономических прав передавать на уровень Европейского союза. В этом есть определенные противоречия, и таким образом растет дефицит демократии. The problem essentially is the first point on the slide. The EU is a very unstable halfway model. I hope you can translate this. It's a halfway model between a fully supranational political union and independent nation states. Many people argue that the very deep financial crisis has made it very difficult, if not impossible, for the EU to carry on this very unusual halfway model, that to solve the crisis, either national economies needed to have more autonomy and to step back from the European Union, or we needed to create a full political union. But what we couldn't do was to carry on existing in this rather unstable situation between these two extremes. Многие исследователи считают, что финансовый кризис напрямую связан с тем, что продолжать такое подвешенное состояние между двумя полюсами национального государства и супра-национального объединения невозможно. Для решения кризиса экономического и финансового необходимо либо совершить откат назад к национальному государству и дать ему больше автономии, либо наоборот сделать шаг вперед к единому образованию. This means national governments have faced a very difficult choice. Do they begin to reverse all the integration and cooperation that has existed for many years in order to solve the crisis? Or do they take major steps forward to create a single European state? The problem is they've wanted to take neither of those two choices. Таким образом, на данный момент перед национальными правительствами стоит очень сложный выбор. Для решения существующих финансовых проблем в финансовом и экономическом секторе нужно либо обратить все то, что было достигнуто, вся та интеграция была достигнута за последние годы, либо наоборот предпринять очень важные шаги вперед к единому европейскому государству. К сожалению, национальные государства не хотят делать ни того, ни этого. И именно такое подвешенное состояние является причиной того, что Европейский Союз застрял в экономическом и финансовом кризисе. Кроме того, это и является причиной того, что для многих стран не входящих в Европейский Союз, как, например, для Беларуси, достаточно сложно наладить отношения с Европейским Союзом. С вашего хорошего сияния, что национальные страны, что национальные страны, какие-то разные страны, которые проявляют, в последние годы. Европейский Союз, не может быть в опасности, но это значит, что Горберия, в основном, думает, что их не нужно использовать основные реформы с Европейским Союзом, чтобы выйти из-за кризиса. Демократичный вопрос, легитимизм в Европейском Союзе не уже выглядит так важным для европейских государств. Если была эта новость, к сожалению, именно она является причиной того, что правительства национальных государств считают, что нет необходимости предпринимать какие-то значительные фундаментальные реформы в политической и экономической сферах. И таким образом проблема дефицита демократии, а также дефицита легитимности остается острым и нерешенным. Однако, даже если европейские государства начнутся из-за экономической сферы, они не обладают основные причины этой причины. Европейский Союз, политически и институционально, не создаваясь стабильным и успешным в долгое время. И в частности, у нас есть проблема с деклением популярности и легитимности между обычными европейскими гражданами. И хотя таким образом получается, что Европейский Союз мало-помалу преодолевает последствия экономического кризиса, никоим образом не затронутый корень всех проблем, которые лежат в политической сфере, в институциональной сфере. И таким образом проблема связана с недостатком популярности европейской идеи у рядовых граждан Европейского Союза все еще остается. Мы имеем «кач-22», понимаете ли вы эту экспрессию, «висческий циркл». Государственные говорят, что мы требуем больше кооперации на уровне европейского уровня, но мы не можем это сделать, пока Европейская Союза будет более популярной. Но Европейская Союза не будет более популярной для своих гражданин, пока она решит цифры. Таким образом, здесь создается замкнутый круг. Национальные государства говорят о том, что для решения всех существующих проблем необходимо более тесное сотрудничество на политической сфере, на высшем уровне. Однако это сотрудничество невозможно, то есть эта интеграция невозможна, пока Европейский Союз, идея Европейского Союза не станет более популярной у рядовых граждан Европейского Союза. В почти все европейские страны, в последние 5 лет, мы провели серьезные национальные политические крисы. Мы провели революционные протесты социальными экономиками почти все европейские экономики. Но в начале этой крисы, люди думали, что эти протесты привели серьезные, системные threats к европейской демократии. Действительно, они не сделали это, они достигнули плату, и теперь они становились почти новой, нормальной ситуацией, без вообще опасения национальных уровня политических систем. И таким образом, за последние годы наблюдалось рост количества социальных протестов практически во всех странах Европейского Союза. И если в начале предполагалось, что такие протесты могут стать системной угрозой и значительно ослабить Европейский Союз внутри, то сейчас получается, что это является обычным рядовым событием. влиянием кризиса. И в результате этой крисы есть, что есть много более потенциал между различными частиами Европейской Союз. Многие граждане в Союзе чувствуют, что, в частности, Германия занимает свою руководительность в таком случае, которая была слишком тяжелой. Многие граждане в Союзе становятся не счастливы с экономикой в северной Европе. Извините. Одним из последствий кризиса явился рост напряженности в отношениях между различными частями и частями Европейского Союза. Так можно сказать, что страны юга Европейского Союза определенно недовольны той позицией, которую занимает Германия. Они считают, что это слишком твердая позиция, слишком строгое отношение ко всем остальным. В то время как северные государства, будучи более благоприятными в экономическом плане, недовольны уровнем управления, уровнем эффективности управления в странах юга. So even if things are slowly getting better, these tensions will have a long-term impact on the way that European cooperation takes place and threaten to weaken the whole process of European integration. So even if social protests have not dramatically threatened national political systems, they've almost become a new normal. И таким образом получается, что даже если Европейский Союз преодолеет сегодняшний кризис, впоследствии будет ощущаться еще значительное количество времени. А данные социальные протесты, пусть не имея критического влияния ни на национальное государство, ни на политическую структуру ЕС в целом, в дальнейшей перспективе, будучи рядовым событием, будут так или иначе ослаблять европейское образование. Я считаю, что это другое и последнее, что Европейский будет пробовать. В общем, это выглядит как как если это первое и последнее, как если экономия будет стабилизироваться. Но динамики, которые ведут политические проблемы в Европейской Унионе, не были решены в какой-то долгосрочной форме. И это опасно, что европейские правительства думают, что сейчас ситуация достаточно хорошая, не надо думать фундаментально разнообразно о натуре европейской кооперации. Самая худшая часть кризиса уже преодолена. Европейский союз из нее так или иначе выбрался. Нет нужды в каких-либо системных, фундаментальных изменениях. И ситуация уже достаточно хороша, так как она есть. Наверное, сегодня реальная опасность в Европе не будет, что Европа драматически укрепляет или укрепляет, но иначе, что элиты, политические элиты, думают, что мы можем возвращаться к ситуации бизнеса, как обычно. Как все происходили, предыдущие кризиса. В самом деле, проблемы, которые вызвали кризису в первом месте, не были решены. Таким образом, основной проблемой будет не то, что Европейский союз рухнет как политическое образование, а в том, что элита Европейского союза вернется к той ситуации, которая существовала до кризиса, без решения тех проблем, которые явились причиной кризиса и актуальны сейчас. Мы прошли выборы в Европейском союзе, и многие рассматривают эти выборы как поворотную точку. Это было позитивное интерпретение и негативное интерпретение. Позитивное интерпретение было что эти элиты generated debate о кризисе вокруг Европы. И они сделали политическая легитимность с экономиками, которые были приняты во время кризиса. Это дало гражданам способствовать о кризисе по-пан-европейским уровне и с отрицательной точки зрения. С положительной точки зрения плюс этих выборов заключается в том, что это дало возможность обсуждать кризис на пан-европейском уровне, обсуждать его причины, обсуждать связи институционального кризиса и экономическими. Негативное аспект было что многие популисты анти-европейские партии имеют большинство влияние в Европе. И из-за этого и увеличивая поддержку и популярность для Европейского проект является синонимым с евроскептик и негативными последствиями явилось то, что различные популистские кандидаты, популистские партии, а также анти- люди политические деятели, которые являются противниками идеи европейской интеграции получили гораздо больше власти. И идеи евроскептицизма получили еще один толчок. Но опять же опасность не решили основные причины кризиса. Но опять же эти выборы никаким образом не затронули основную причину кризиса. с другими институтами о том, должен избежать президента комиссии и консул. и опять же мы находимся в ситуации на каких институтах в Европе держать больше власти и сейчас проходят дебаты о том, какой из двух институтов должен назначать президента, главу комиссии. сейчас идет разговор о том, кто должен иметь больше власти. Основная проблема так и не была решена основная проблема кризиса даже не обсуждается. Основная проблема заключается в том, каким образом Европейский союз управлял в экономическом плане своей территории и насколько тесны были связи между политическими элитами и их согласованностью. Решение этого вопроса. в том, как мы минимизируем влияние против европейских партий в парламенте. Это отдельно вопрос как мы реинжимаем большую легитимность и популярность в европейский проект таким образом сейчас стоят две проблемы. Во-первых, как минимизировать то влияние которое будут осуществлять антиевропейские настроенные популистские деятели, которых сейчас избрали в парламенте и лишь потом как снова сделать идею европейской интеграции, европейского объединения популярной. Для этого необходимо обеспечить динамику европейского демократного проблем. С точки зрения Ричарда Главное на что следует направить внимание это ускорить динамику интеграции европейской, потому что если этого не сделать, то будет не только европейский союз, это окажется не только негативное влияние на европейский союз, но также и на возможности влияния европейского союза, воздействия его соотрудничество другими странами мира. Это последний вопрос о том, что это решение кризиса. Есть несколько решений которые были предоставлены долго в европейских debates. и таким образом переходим к следующему блоку нашей лекции это решение данного кризиса. Эти решения уже обсуждались многие годы. люди говорят что очень важное это давать больше силы европейского парламента. Если экономические решения на уровне европейского уровня, мы должны иметь парламент на уровне европейского уровня. это будет дать необходимую демократическую контроль для экономической решения на уровне европейского уровня. определенная группа людей говорит о том, что необходимо дать больше политической власти парламенту. так как многие важные экономические решения уже принимаются на этом верхнем уровне европейского союза, то почему бы не дать европейскому парламенту больше политической власти, и такой подход позволил бы предоставить демократический контроль того, как выполняется преобразование на экономическом уровне. другие говорят, что это неправильно. Европейский парламент не имеет легитимизм между обычными европейскими гражданами. Действительно, у них есть противники считают, что такой подход будет в корне неверным, потому что европейского парламента нет достаточной степени легитимности в глазах среднего европейского обывателя. Таким образом, нужно вернуть уже отданную политическую власть на уровень национальных парламентов, чтобы именно они контролировали предпринимаемые решения в экономической сфере. национальности 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 в общественном коммунистике не работать в степени сфере. Нужно этой социальной основой основой создать сообщество которые считают что неважно, у какого именно института будет больше политической власти, а все решение проблемы заключается в формировании единого европейского демоса, то есть единого европейского политического сообщества. И именно это единство политическое позволит сформировать и единые органы политической власти и позволит эффективно решить экономические проблемы и выйти из кризиса. Кризис начался примерно шесть лет назад, но национальные государства не приблизились к имплементации ни одного из вышеперечисленных решений. С точки зрения Ричарда, все выше озвученные решения являются достаточно традиционным подходом, и в каждом из них есть определенные полезные аспекты. Однако ни одно из них в полной мере не удовлетворяет сложившейся ситуации, и ни одно из них эффективно не решает проблему кризиса в политической сфере Европейского Союза. Последнее решение, последнее предлагаемое решение формирования общеевропейского демо, общеевропейского сообщества является одним из наиболее спорных моментов. Потому что, как ранее сказал Ричард, одним из последствий кризиса на общеевропейском пространстве явилось то, что граждане различных стран воспринимают Европейский Союз практически в противоположном, различным способом. И таким образом, что сейчас, например, хотят граждане различных национальных государств от Европейского Союза, является не только разнообразным, по различным европейским странам, но и в некоторых случаях диаметрально противоположным. С точки зрения Ричарда, рассуждать о проблемах в политической сфере Европейского Союза нужно немного других позиций. И с его точки зрения, Европейский Союз должен быть более гибким, именно в демократическом смысле. Многие люди считают, что что действительно необходимо сделать, так это повторить, реплицировать структуры национальных государств на наднациональном, общеевропейском уровне. И именно такой подход в общеевропейской дискуссии называется политическим союзом. Но, если учитывать все разнообразие мнений, которые существуют на общеевропейском пространстве касательно этой проблемы, вполне может оказаться, что создание единого политического союза лишь ухудшит общее состояние дел. Именно поэтому национальные государства заявили о готовности к политическому союзу, но по факту не сделали ничего, чтобы это приблизить. Итак, где же решение данной проблемы? Во-первых, нужно вернуть популярность Европейского Союза и доверие простых граждан к Европейскому Союзу. Однако, проблемы с демократией существуют не только на общеевропейском уровне, в европейских институтах, однако также и на региональных, на более низком локальных уровнях. Вполне можно было бы отдать больше политической власти национальным государствам, но, к сожалению, на сегодняшний день национальные правительства не только имеют слабое влияние, оказывают слабое воздействие на европейский парламент, но также и на национальные парламенты. Очень важный момент. Есть множественные оппоненты, которые показывают, что граждане неизменности в Европейской Союзе мероприятия их уровня неизменности в их национальных государствах. С точки зрения Ричарда, очень важное наблюдение заключается в следующем, что, согласно многочисленным опросам, большое количество людей связывают свое недоверие к Европейскому Союзу со своим недоверием к национальным правительствам. Таким образом следует возобновить демократию на уровне национальных государств, а далее каким-либо образом перепрыгнуть на наднациональный уровень, на общеевропейский уровень, и именно там должны находиться образования, которые бы наблюдали за демократией в национальных государствах. Главное, что украинские институты не сделали сегодня, или украинские институты, это предположение первого момента, новые формы для представителей. Главное изменение в результате этой крисии является эта масса социальных протестов, деятельность, деятельность. Многие очень молодые цивильные организации являются гораздо более активными на экономических и европейских проблемах. Ни органы Европейского Союза, ни национальные государства не сделали ничего, чтобы изменить одно из важнейших с точки зрения Ричарда вещей. Это изменить форму репрезентации обычных граждан в Европейском Союзе. Они не ушли ни в возросшей активности молодежи, ни в различных гражданских организаций. Эти организации чувствуются очень отключены от уровня европейской политики. Их активность – протестная активность, но они не чувствуют, что они имеют систематическую или очень конструктивную взаимодействие в предложении долгосрочных решений к кризису Европы. И все эти течения, и молодежные протесты, и в действии различных гражданских организаций, они чувствуют себя отделенными от фактического принятия решений, от политического процесса в Европейском Союзе. И таким образом их воздействие, их участие проявляется в протестах. И кроме того, они не чувствуют своего влияния на принятие каких-либо решений в длительной перспективе. Очень часто в крисе, когда элиты говорили о демократизации Европейской Союзе, что они имеют в виду, что они продолжают принимать те же типы экономических решений, и потом они дают парламентам возможность удовлетворить решения, которые уже были приняты. Вообще, что требуется, это очень более открытый дебейт, который дает гражданам возможность рассчитывать какие-либо основные принципы европейской интеграции. И теперь, когда говорится о продолжении демократизации в Европе, получается, что все происходит в русле старых идей, старого подхода, когда принятые на наднациональном уровне экономические решения получают одобрение при помощи национальных парламентов. Однако, с точки зрения Ричала, такой подход не верен. И следует сделать этот процесс более открытым, более открытой дискуссии для рядовых граждан Европейского Союза, с тем, чтобы они также принимали участие в этой политической дискуссии. В некоторых случаях, вся новая юношеская активность, которую мы видим в последние годы, это хорошая новость для демократии. Это представляет новую форму социального динамизма. С другой стороны, активность среди молодежи является одним из хороших признаков. Это означает, что идеи демократии поддерживаются подрастающим поколением. Но многие из новых организаций, которые становятся очень влиятельными, чувствуются с традиционными политическими партами и традиционными процессами политической представленности. Это создает новую форму социальных тенцией во всех европейских странах. Однако те течения и гражданские, и молодежные организации, которые на сегодняшний момент становятся все более и более влиятельными и весомыми, не находят достаточного сотрудничества с традиционными участниками политического процесса. Именно напряженность в этих отношениях еще в большей степени углубляет политический кризис Европы. Я считаю, что, что Европа больше нужна это более открытым, далеко отречивающим общественным делаборациям, чтобы осуществить, что эти новые идеи будут введены в политическом системе, вместо того, чтобы рассмотреть несколько институционных изменений, которые могут позволять декоративные решения, но не декоративные решения. Каким образом Ричард считает, что вместо того, вместо институциональных изменений или реформ в институциональной области, Европейскому Союзу необходимо открытое пространство для политических дебатов. Новые идеи, которые могут возникнуть у новых участников политического процесса, именно это будет способствовать более эффективному решению существующих проблем. С одной стороны, Европейский Союз сделал некоторые шаги в этом отношении, к примеру, была принята гражданская инициатива, которая заключается в том, что граждане определенных национальных государств могут объединиться с гражданами других национальных государств и подать петицию, и институты Европейского Союза обязаны на нее отреагировать. Таким образом, вполне возможно имплементировать новые идеи в политический процесс. Таким образом, эти методы очень ограничены, не много их. И я думаю, что, если они распространены, то сфотография между политическими элитами и гражданами продолжается увеличивать, и сделать это более сложным, для Европейского Союза поддерживать стабильность. Однако такие меры чрезвычайно редкие и применяются к нам в весьма ограниченной манере. И пока они не станут более естественными, более обычно используемыми, пропасть между политической элитой Европейского Союза, а также рядовыми гражданами Европейского Союза будет расширяться. И все это будет способствовать ухудшению ситуации в политической сфере. И все они согласны, что мы нужны, что нужно обеспечить, что мы нужны на новое, что в будущем, что Европейский Союз будет гораздо более флешен. Поэтому, это нормальное заявление, что многие министеры используют, что мы не нужны больше Европей, а мы нужны более. Мы нужны более Европейские. Европейский Союза должен быть большим на большинстве, но маленьким на маленьком. Мы должны только ухудшиться европейской совпаде, где она имеет значительное, надежное значение. И на данный момент все согласятся, что то, что необходимо Европе, это больше гибкости. Очень часто вспоминается популярное высказывание, что европейцам нужна не большая Европа, им нужна лучшая Европа. Таким образом следует стремиться к тому, чтобы качество европейской жизни во всех сферах росло. Вопрос заключается основной в том, как же достигнуть такой лучшей Европы, как достигнуть этой гибкой Европы, как достигнуть этого уровня гибкости, необходимого для эффективного политического процесса. Кроме того, как гарантировать, что все это будет в соответствии с демократическими ценностями. мы должны быть более флексивальными, мы должны передать владельцу обратно к европейским гражданам, но мы также должны понимать, что евроскептикские партии самих не дадут long-term solutions. Необходимо быть более гибкими, необходимо быть более близкими к обычным гражданам Европейского Союза, а также необходимо понимать, что у евроскептиктов отсутствует очень важная вещь в их видении политического будущего отсутствия, долгосрочная перспектива. Это, во-первых, в первую очередь связано с уровнем взаимозависимости между различными национальными экономиками. Нельзя даже представить, что любая национальная экономика может выжить, будучи изолированной в одиночку. Да, необходимо управлять этой взаимозависимостью, однако необходимо делать это более демократически. Один последний момент, который связан с этим, это, что многие европейские государства и многие европейские страны сами употребляют глубокие проблемы в отношении человеческих правил и демократии. Еще одно важное замечание является в том, что во многих странах Европейского Союза есть проблемы на национальном уровне, связанные с правами человека и демократии. Совет Европы издал отчет о том, что ситуация с демократией, правами человека в странах Европы является на данный момент наихудшей, чем она была за последние годы. Один предложение – это Копенхаген комиссия, которая позволяет Европейской Униону принимать условия против своих собственных стран, своих собственных стран, когда есть очень серьезные политические развития в этих странах, чтобы действовать как защиту против каких-то политических проблем, которые мы видим в последние годы. было предложение комиссии в Копенхагене о том, чтобы Европейский Союз предпринимал определенные шаги против своих стран-членов, если в этом стране или государстве зарегистрированы определенные явления, противоречащие демократии правам человека. И последнее. Подытоживая все, я бы сказал, что Крисия все равно серьезная, может быть, не так серьезная, как это было лет назад, но еще есть какие-то основные политические проблемы, которые европейские права должны задраться, чтобы поставить Европейскую Униону на правильный трек для долгое время. И последнее. Подытоживая все вышесказанное, Рижер считает, что кризис на данном этапе все еще серьезен. И чтобы это решить, национальным государствам необходимо предпринять определенные политические шаги. В моем мнении, решение не обязательно меньше интеграции, но для того, чтобы решить, что решение, в том числе, на очень сенситивных экономических проблемах, это гораздо более открыто, чем в прошлом. Только через это, что ЕС хотят верить вероятность вероятности на их собственных. С точки зрения Ричарда, решением кризиса является не меньшая степень интеграции в Европе, однако, более высокая степень прозрачности и обоснованности предпринимаемых экономических решений, чем это было в прошлом. и именно таким образом кризис может быть преодолен. Это очень серьезно экономические криси, но я бы считаю, что даже более серьезные криси является политическим крисом. И это потому, что в последние 5 лет, в последние 5 лет, мы проводили много новых социальных мобилизаций в Европе. И это социальных мобилизаций с тем, что это показало большей дегреи с государственными сегментами. Это в некоторых разнообразие для демократии. Но это форма социальных мобилизаций в том, что сейчас неизвали от политических процессов. И если это мобилизация чувствует это полностью социальных 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 сегментами, то мы могли видеть более и более инстабильности в Европе. Экономический кризис, который развинулся в Европе, достаточно серьезен. Однако политический кризис является еще более серьезным. За последние годы было очень много примеров социальной мобилизации вражений Европейского Союза. И с этой точки зрения, оказывается, это очень хорошо для оценки демократии. Проблема заключается в следующем. Данная форма социальной мобилизации показывает лишь недовольство рядовых граждан. И она не несет никакого влияния на, она весьма далека от тех институтов, которые действительно принимают какие-либо политические решения в Европейском Союзе. И она не оказывает никакого влияния на политические органы власти. И все это способствует еще большей степени политической нестабильности в Европе. И это моя happy conclusion. Спасибо. Спасибо. субтитры